Доброго времени суток, уважаемые зрители! Изначально в этом ролике хотел продолжить обзор матрицы с адресными светодиодами и попутно рассказать вот об этом энкодере. Но видео получилось слишком длинным, поэтому я решил его разбить на две части. В этом видео будет обзор энкодером, подключение его к Ардуино Унам и написание очень простого скетча для работы с ним с моими комментариями. А в следующем видео мы продолжим знакомство след матрицы и будем управлять режимами ее работы с помощью данного энкодера. Преимущество данного энкодера в том, что он уже смонтирован на плате с обратной стороны, в которой размещены цепочки из конденсаторов и резисторов, устраняющие возможный дребезг контактов на аппаратном уровне. А значит нам не придется устранять его программно, дополнительно усложняя скетч. У данного энкодера пять ножек. Две крайние для подключения плюса и земли. Две для выходного сигнала и одна отвечающая за нажатие на его регулятор. По принципу передаваемых данных энкодеры делятся на абсолютные и инкрементальные. У абсолютного энкодера значения, соответствующие углу поворота, заданы заранее. Эти значения передаются контроллеру. У инкрементального энкодера значения не заданы и передается только цифровой сигнал поворота. В зависимости от того, в какую сторону осуществляется поворот, энкодер передает различный сигнал. Когда мы поворачиваем ручку энкодера по часовой стрелке, то сначала подключается контакт С2, а затем контакт С1. Когда поворачиваем ручку против часовой стрелки, сначала подключается контакт С1, а затем контакт С2. Отслеживая очередность подключения контактов, мы можем определить в каком направлении вращается энкодер. То есть в тот момент, когда мы зафиксировали сигнал на выходе С1, мы сравниваем его с сигналом на выходе С2. Если сигнал С1 равен С2, то ручка энкодера повернута по часовой стрелке. А если не равен, то против часовой. Речь идет об этой модели энкодера, у другой последовательность подключения контактов может быть обратной. Но принцип тот же. Собираем схему с энкодером на макетной плате. Крайние ножки 5 вольт и ГНД подключаем к соответствующим портам Ардуино. Ножку С1 энкодера подключаем к пятому порту Ардуино. Ножку С2 подключаем к шестому порту. Открываем Ардуино IDE и пишем небольшой скетч. Определяем постоянные, связанные с теми портами, куда мы подключили энкодер. Переменные, фиксирующие прошлое и текущее положение выходов С1 и С2 для отслеживания их изменения. В переменную well мы будем записывать текущее значение соответствующие повороту ручки энкодера. В функции setup производим достаточно стандартную инициализацию и фиксируем начальное положение выхода С1 энкодера. В функции loop считываем текущее значение выхода С1 энкодера и сравниваем с начальным. Если значение не равно начальному, значит осуществляется поворот энкодера. И в этом случае считываем значение С2. Если С1 равно С2, значит вращение осуществляется по часовой стрелке. И переменной well мы добавляем единицу. Если нет, то вращение против часовой стрелки. И мы вычитаем единицу из переменной well. Подключаем Arduino к компьютеру, загружаем скетч и открываем монитор порта. Поворачиваем по часовой стрелке регулятора энкодера и видим, как значение увеличивается дважды. При вращении в обратную сторону значение дважды уменьшается. Происходит это из-за того, что при повороте на каждый шаг передается четыре импульса. Два из которых совпадают с предыдущим значением, поэтому не проходят по нашему условию. Ecore S1 не равно prev S1. А два проходят данные условия и изменяют значение переменной дважды. Добавляем к нашему скетчу булевую переменную flag, которая и будет отсекать повторные изменения значения переменной well. И пишем дополнительные условия. Если flag равно true, то следующий блок кода срабатывает. А если нет, то переменной flag мы присваиваем значение true. И значение переменной изменится только один раз за шаг. Загружаем скетч в ардуино. Открываем монитор порта и видим, что значение меняется только на единицу при вращении в ту или иную сторону. Теперь соединим выход энкодера key с портом номер 7 ардуино. Добавляем в наш скетч соответствующую постоянную и переменную. А также еще одну переменную, фиксирующую время нажатия кнопки. В функции loop добавляем следующий блок кода, в котором мы будем отслеживать сигнал с кнопки и при появлении низкого уровня сигнала считать кнопку нажатой и выводить соответствующее сообщение. Фиксация времени текущего нажатия и сравнения с таймером ардуино необходимо для предотвращения многочисленных срабатываний данного условия в пределах одного нажатия. Загружаем скетч в ардуино и открываем монитор порта. Нажимая на ручку энкодером видим, как в монитор порта фиксируется нажатие. В следующем видео мы вернемся к LED-матрице и с помощью энкодера будем управлять различными режимами ее работы. Спасибо за просмотр! Кому понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!